Это еще одно небольшое видео, которое можно смотреть в любое время, как справку, в котором я покажу, как сделать костюм спрайта на русском языке. Давай перейдем сразу в Scratch и начнем. Вот мы на сайте Scratch. Для того, чтобы наши спрайты были с текстом на русском языке, нужно использовать дополнительные возможности, которые есть в одном из проектов. Чтобы этот проект найти, можно войти в студию «Юный разработчик игр». Я достаточно часто показывала, что мы можем набрать «Юный разработчик игр» здесь в поиске и найти ее. Под этим видео я размещу ссылку на студию и ее можно использовать. Сейчас я просто заготовила себе вкладку с этой студии и покажу. Вот этот адрес я просто скопирую и вставлю в адресную строку. Мы сразу попадем в студию «Юный разработчик игр». И здесь я разместила этот проект, он так и называется, но русские буквы в проектах Scratch. Мы его открываем. Те, кто хочет полюбопытствовать, можно посмотреть код, но если вы еще только начинаете программировать, то, скорее всего, это ничего не даст. А пользоваться этим проектом можно с большим удовольствием. Нам просто нужно нажать на зеленый флажок и ввести тот текст, который мы хотим, чтобы отображался у нас по-русски. Он будет перекодирован в специальную кодировку, которую Scratch поймет и преобразит к русскому. Ну, давай для того, чтобы было видно, что получается, я создам новый проект, выберу «Рисовать новый спрайт». В принципе, можно то же самое делать на сцене. Вот давай сделаем на сцене, на самом деле, для разнообразия. Выберем векторную графику, для того, чтобы мы могли легко перемещать все наши элементы. И, допустим, здесь мы хотим написать, например, «Начало игры». Еще раз я пытаюсь набрать по-русски. Вот одна буква набралась, так бывает иногда, и больше ничего. Мы перейдем к этому проекту, русский текст в проектах, и набираем здесь. Я пишу «Начало игры». Нажимаем клавишу «Enter» или вот эту галочку. И у нас появляется перекодированный текст. Вот этот текст нам нужно выделить, скопировать. Правая кнопка здесь не работает, поэтому мы выделяем аккуратненько. Нажимаем левую кнопку мыши. Нажимаем на клавиатуре комбинацию клавиш «Ctrl-C». Смотри на видео, эта комбинация показана. Нажали, отпустили. Переходим к нашему проекту. Ставим мышку с инструментом «Текст» в нужное место. И нажимаем комбинацию клавиш «Ctrl-V». «Вставить» означает. Вот так вот мы взяли и написали по-русски. Теперь этот текст, когда мы в векторном редакторе, мы можем сделать любого цвета. Можем даже сделать его любого размера. Это я сделала на сцене. То же самое мы можем сделать в спрайте. Ну, например, что мы здесь напишем? Ну, давай напишем «Привет». И напишем это большими буквами. Посмотрим, получилось или нет. Да, получились большие буквы. Опять вот этот странный текст. Копируем. Нажимаем комбинацию клавиш «Ctrl-C». Переходим к нашему проекту. И там, где мы хотим написать, нажимаем «Ctrl-V». Вот получилось. Ну, опять же, повторю, что лучше, если мы работаем со спрайтом, писать в серединке, создавать все, что нам необходимо. Потому что потом на сцене будет удобнее управлять. А уже на сцене мы спрайт перенесем туда, куда надо. Вот так просто можно все это делать. Еще раз повторю, этот проект есть в студии «Юный разработчик Эвер». Ну, либо можно использовать вот эту вот ссылку. Я ее тоже размещу под видео для того, чтобы сразу откроть этот проект и использовать возможности перекодирования текста, написанного русскими буквами, в текст, написанный непонятными нам буквами. Но эти буквы как раз поймет Scratch и преобразует их к тем русским, которые нам нужны. Если здесь уже слишком много написано, мы можем нажать на кнопку «Очистить» и начать все сначала. Вводим нужный нам текст. Ну, я написала не очень хороший текст, но напишу, что еще. «До свидания». Нам это выбрать может понадобиться. Опять копируем, вставляем и так далее. Все. Ну, теперь до встречи в следующих уроках содержательных.